Первый матч всегда волнительный для всех, и для футболистов, и для тех, кто пришел посмотреть на игру. А собрал стартовый матч на трибуну в этот день приличное количество зрителей. Началось футбольное действие торжественным открытием чемпионата с выступлением перед собравшимися исполняющего обязанности первого заместителя главы города Рашида Бутердинова. От имени попоручения главы города Вячеслава Николаевича Телегина хочу поздравить вас с началом нового футбольного сезона. Футбол всегда считался самым массовым, самым уважаемым и спортом номер один. Не только для Ленинск-Кузбассов, но и для всего, во всем мире. Дорогие друзья, сегодня у нас почетная миссия открытия первого матча чемпионата Кузбасса среди футбольных команд-любителей. Сегодня играет «Заря Кузбасс» и «Сибиряк» Анжера Суджинс. Затем начальник управления физкультуры, спорта и туризма города Ирина Смирнова вручила футболистам «Зарей Сойк» награды серебряного достоинства, завоеванные командой в прошлом сезоне. А затем началась игра. Без особой раскачки Ленинск-Кузбасса прибрали бразды правления происходящим на поле к своим рукам. Если в первые минуты их действия были похожи больше на разведывательные, то на 15-й минуте выведенный партнерами на острие атаки Анатолий Шубенков имел отличную возможность открыть счет, но переиграть голкибера соперника не смог. На 27-й минуте попробовал пристрелиться к чужим воротам Сергей Пушкин. В середине тайма пару раз красиво сработала связка «Дремен-Коншин». И если в первом случае дальний пас нашего капитана на Василия Коншина закончился ударом во воротаря, то во втором случае удар Василия сумел отразить только перекладинам. А затем, после ввода мяча из-за боковой, последовал острый прострел вдоль ворот. И удар с острого угла лучшего бомбардера сезона 2011 года Сергея Пушкина выводит нашу команду вперед. После перерыва заринцы основательно присели на ворота соперника, раз за разом напрягая оборонительные ряды Анжеры Суджинцев. Запомнился дальнеударного бранца Зари Дмитрия Фомина. Затем получилась такая коллективная атака наших, что казалось мячу и деваться больше некуда, как только пересечь заветную черту. Затем был шанс у Андрея Черкашина, но защитники успели отправить мяч на угловой. А что же соперники? Они как могли мешали нашим атакующим действиям и уповали только на острые контратаки, выводя вперед быстрых Вячеслава Ларионова и Кирилла Артеменко. Вот именно в одной из таких защитнику Зари Суек и пришлось ценой нарушения вблизи линии штрафной прерывать проход Артеменко к нашим воротам. Назначенный судьей штрафной удар на 72-й минуте четко реализовал сам пострадавший. Равновесие счета на табу длилось недолго. Через пять минут игроки Сибиряка чуть ли не втроем всеми силами пытались остановить заринца Дмитрия Фомина, и им это удалось только ценой заработанного пенальти в свои ворота. Александр Миронов выполнил его на отлично. Герман Шведов хоть и угадал с направлением полета мяча, но он был послан с такой силой, что помешать ему оказаться в сетке ворот вратарь был не в силах. И на этом серебряный призер не успокоился. Вскоре Александр Дрюмен решил проверить мощным ударом голкипера гостей и чувствовал, что гол еще будет. И болельщики не ошиблись. За четыре минуты до финального сыска наши, отразив атаку гостей, организовали свою. И отлично сыграл на добивании 15-летний Михаил Киселев. Мастерский пробил в девятку и забил свой первый, уже не детский мяч, начав бомбардирский список голов в матчах областного чемпионата взрослых команд.